Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 35 лет, супругу 38, в браке 14 лет. Двое детей. Моя проблема заключается в том, что мой супруг постоянно мне врет, и при этом берет деньги из семейного бюджета непонятно куда. Мне постоянно приходится покрывать эти долги. Значит, в семье так получилось, что финансово обеспечиваю семью я. Продукты, одежды, развлечения. Все это в моей семье в достатке. Он ни в чем не нуждается. Я очень устал от всего этого. Уже сил нет, я не доверяю ему и не знаю, как мне жить с ним дальше. Как человек он неплохой, но я уже не вижу смысла в этих отношениях. Так, а хотите-то вы, Мария, чего? Ну, то есть хотите отношения гармонизировать? Хотите расстаться? Вот. Ну, как бы, например, из-за вашего текста больше выходит, что вы хотите расстаться? Вот. Что касается в целом картины, то здесь я могу, наверное, сказать следующее, что поведение мужчины очень сильно напоминает компенсацию. То есть он не чувствует себя значимым, он не чувствует себя сколько-нибудь, ну, сколько-нибудь сильным, да, он не чувствует себя сколько-нибудь важным и, соответственно, пытается реализоваться вот так, как он реализуется. Вот. То есть как будто бы он не удовлетворен. Вот. А вы не пишите о том, когда это началось, то есть вы не пишите, когда это случилось. Это очень важный момент, кстати говоря, когда это случилось, когда это началось, это очень важный момент, вот, очень важно понимать. Вот. И, соответственно, ну, вы об этом пишите, я бы сказал, я бы сказал, что вы об этом пишите так, как будто вы проблем уже очень давно. Вот. И, соответственно, это следствие, то, что вы описываете, это не первопричина, первопричина это кризис, на мой взгляд. Ага. Дальше. Следующее. Вы говорите, что вы ему не доверяете. Так, на мой взгляд, здесь дело не в доверии ему, а, на мой взгляд, дело здесь в доверии себе. Штука в том, что если бы вы доверяли себе, то было бы гораздо легче. То есть вам, по крайней мере, было бы гораздо легче, если бы вы опирались на себя в том смысле, что, ну, вот, не чувствуете, не видите вы смысла в отношениях. Ну, и, значит, всего не нужно тогда быть в отношениях. А вы себя заставляете, вы себя принуждаете, как бы, это делать, и вот, как бы, из-за этого расстается недоверие. То есть в доверии нуждаются те люди, которые не полагаются на себя. В доверии нуждаются те люди, которые не опираются на себя. В этом большая проблема. Ну, как мне кажется. Дальше. В подобной мобиле поведения очень часто возникают такие коллизии, как неравное взаимодействие между партнерами и супругами. Как бы, что это такое, да? Это то, что вы, может быть, в силу того, что занимаетесь обеспечением, ведете себя по отношению к мужу больше как к родителям. А он оказывается в роли ребенка. Вот. Этот момент тоже нужно корректировать, этот момент тоже нужно исследовать. Вот. Ну и, наконец, вы пишете, что мне постоянно приходится покрывать эти долги. А мужчина не работает сам. То есть почему приходится покрывать эти долги? То есть, понимаете, я вижу, что вы себя как-то заставляете, да? Я, ну, по сути, не очень понимаю зачем, ради чего. То есть я не про то, что вы не должны себя заставлять, а я больше про то, что вы сами понимали ради чего вы это делаете. Вот. Понимаете, то есть такое ощущение, что да, вроде бы вы сильные, вроде бы вы обеспечиваете семью, но при этом вы себе не доверяете. То есть вам важно, что вам, вот, залазь болезнь, что человек врет. А врут люди, кстати говоря, из чувства стыда. Вот, как бы, и подумайте, что могло бы, что могло бы у вашего мужа вызывать чувство стыда. Я даже не обвиняю, просто хочу так выбором на эту тему. Вот. Ну и, как бы, запрос к психологу, пожалуйста, сформулируйте, какую задачу вы перед нами ставите. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.